Добрый день, сегодня поговорим о золоте, как всегда, но немножко совместим с парой евро-доллар, потому что очень частый вопрос последние дни по золоту и по доллару, а что же происходит? И когда я честно отвечаю, что ничего не происходит, люди думают, что я от них что-то скрываю. Поэтому для начала, чтобы понять, что происходит сегодня и почему я так уверен, что ничего не происходит, нам нужно на истории, достаточно заглянуть в прошлое и очень быстренько, за одну секундочку буквально, посмотреть, что же происходило последние 10 лет. У нас последние 10 лет мы видим, что доллар у нас только укрепляется. Да какие 10 лет? Уже 14 он укрепляется и совсем недавно он был в своей максимальной крепости, так сказать. Точки по отношению к евро, то есть связано ли это то, что Америка душит Европу, это все уже политическая демагогия, а мы будем говорить конкретно. То есть нам нужно в левой странице посмотреть на график цены доллара, золота в долларах, потому что есть еще там, пожалуйста, в евро в чем хотите, нам нужно в долларах. Все-таки мы торгуем его в долларах нам, чтобы понимать, что ничего не происходит или что же все-таки происходит. И когда нам нужно совместить эти картинки буквально ненадолго. Ну тут вот всякие даты есть, допустим, есть дата, но на первые числа выпадает, потому что я поставил месячные графики. То есть 1 июля 2010 года, и нужно посмотреть, где же была эта точка 1 июля 2010 года. Как интересно тут, вот 1 июня 2010 года, вот она, это экстремум вниз. То есть в этот момент доллар был достаточно крепок по отношению к тому, что он только что стоил дорого. Совпадение, не думаю, давайте еще проверим. Тут август, тут у нас, а это вообще у нас 11 год, вот 10, да, да. То есть скорее всего, что я здесь перед тем, как подготовиться к данной лекции, к этой данной лекции, подготовился, потому что она будет хоть и очень сжатая, короткая, но будет очень информативная. Вот это дата. Значит 1 июня, да. Потом у нас по золоту была очень-очень сильная тройная дивергенция, которая там длилась, ну не годы, но можно так сказать. То есть она у нас где-то заканчивалась 1 ноября 2015 года. Давайте посмотрим, где у нас вообще 15 год, где у нас 1 ноября. Вот у нас 1 ноября 2015 года она отмечена. И здесь у нас, как мы видим, доллар достаточно силен. Достаточно силен. Я не буду вас вводить, заблуждить, буквально с этими графиками. А через секундочку будет покончено. Потом у нас 1 марта 2018 года мы вбились в стену головой. В какой-то там уже, не знаю, в пятый раз они смогли ее пробить. Это буквально 4 года вбились, да, в хороший сообщитель. Не смогли пробить. И потом у нас был ключевой момент, который сменил десятилетнюю парадигму. И здесь я решил вложиться в золотые акции, которые там за 15 месяцев уже 7 раз сходили там 3.4, 3.4, 3.5. То есть даже они выдавали пару раз там по 50%. А даже 1 раз 70 выдавали, а 2.80 сходили на 4.4. Но сегодня они опять опустились. Некоторые из них ниже 3. И этот вопрос возникает, да сколько же могут нам давать бесплатных акций? И почему они такие нехорошие люди это делают? И почему я отвечаю последние там несколько месяцев на вопрос? В принципе ничего чем не происходит, кроме того, что раздают бесплатно акции золотых компаний, которые прибыльные, добывают золото. А золото у нас как бы не просто в цене стоит достаточно дорого, но на него и колоссальный спрос. И об этом спросе мы скажем коротко. Почитайте, погуглите, почему государство и все, кому не ленься, скупают физическое золото, для чего это делают и почему там хорошая защита от инфляции. Об этом я скажу в нашей лекции напрямую. Итак, как и обещал, 4 минуты 34 секунды мы с этими графиками заканчиваем. Здесь есть такая штучка, как добавить другой инструмент в чат. Я ее нажал, взял вот этот график, перенес сюда. Но там была просто еще такая галочка, что добавить ли отдельную линейку, так сказать, шкалу вот эту вот цены. Естественно, я сделал ее добавить, потому что один стоит в районе доллара, а другой в районе тысячи. И привязать все это просто к правой шкале не получится. Итак, нахожу то, что я привязал. Выглядит оно вот так. А теперь я скажу сразу, когда и что происходило и почему. И почему это не происходит не каждый день. А почему потом годами иногда, по полгода, по году, потом вообще ничего не происходит. Почему именно это называется, что в данный момент ничего не происходит. Итак, когда и что у нас происходило. Так, вот у нас для ровности, так сказать, красные кружочки. Да, у нас самый дешевый доллар был 1 октября 2009 года. Он стоил доллар пятьдесят к евро. То есть, можно было взять миллион евро и за секунду превратить их в полтора миллиона долларов. Что, собственно, и нужно было сделать, потому что именно в этот момент что-то и происходило. И как вы увидите, таких моментов, где когда что-то происходит, будет немного, но они будут глобальны. То есть, а происходило то, что на эти полтора миллиона долларов нужно было купить в районе тысячи золота. И происходило это только вот здесь. Происходило это только вот здесь. Почему только вот здесь? Потому что вот здесь уже ничего не происходило. Потому что доллар, пока вы покупали на полтора миллиона своих долларов, так сказать. А золото, он уже превратился в миллион двести. То есть, триста тысяч вы бы уже потеряли, если бы покупали золото по той же самой цене. Буквально вот здесь вот рядышком. Ну, то есть, вы покупали где-то с первого декабря девятого по первое февраля десятого. Продав свои, так сказать, еврики за очень-очень дешевый, так сказать, доллар. Ну, по сути, вы купили очень дешевый доллар. А здесь уже в этом особо не было смысла, потому что 1 июня вы уже 30% от этого теряете. То есть, и тот, кто покупает золото вот здесь, это уже не тот профессионал, который покупал золото вот здесь. И вот почему. Потому что потом золото, грубо говоря, прибавляет, ну, можем сразу сказать, то есть тут 90%, да. Ну, пусть 80% оно прибавляет, 90%, но опять же, продавать на самом пике золото, это получается, вы продаете его за очень дешевый доллар. Доллар тут же стал очень тоже дешевый. Он тот же стал почти под 1,5, он подешевел. Поэтому умные люди начинают частями расставаться со своей позицией. Заходят они, значит, так сказать, чуть-чуть, вот, 90% в долларах, чуть-чуть, 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 а пик у них наступает. Ну, то есть, это вот этот треугольник распродажи этого золота, он виден. А пик у них наступает вот здесь. Почему у них здесь пик? Потому что, когда они, ну, грубо говоря, из своего полтора миллиона сделали почти 3, для простоты счета, да. Почти 3, это может быть 2,8, 2,7, там, 2,6 даже. Почти 3, скажем, они сделали. Пусть они, может быть, что-то еще наторговали, да. Доллар почему-то стал опять очень-очень достаточно дорого. Он снова стал на 30% дороже. И мы видим, что происходило только вот здесь. И очень короткое время, а 1 июня уже ничего не происходило. И происходило вот здесь. То есть, вот здесь пошли распродажи, распродажи, эти 90-80% ты получаешь, 70, да. А потом у тебя есть, грубо говоря, твои там 2,8, 3 миллиона долларов. И ты можешь, грубо говоря, 3 миллиона долларов, так сказать, поделить там на 1,22. Может быть, у меня, конечно, какой-то профессорский кретинизм иногда и проскакивает. Может быть, я сейчас сделал какую-то ошибку, но ничего страшного. Но тут же исправлюсь, потому что немножко, как бы, я не в отличной какой-то, грубо говоря, умственной форме. Ну, то есть, нам нужно купить по 1,22, грубо говоря, такая цена за евро. У нас получается 2,5 миллиона евро. Получается, отсюда, пока мы росли, выросли, грубо говоря, там на 90%, 80-70. А по факту люди, когда возвращаются в евро, в этой точке, они со своего миллиона евро получают 1,5. То есть, у них на самом деле 150%. То есть, у них не 90% это много, не 80% это тоже много, не 70% это крайне мало. А у них, как вы видите, 150% и цифры не обманут. То есть, и вот здесь, вот в этих местах происходит. Вот оно тут происходит, а в других не происходит. А вот здесь ты купил то же самое, это как бы золото, да, оно тоже выросло. Тут уже ничего не происходит. Тут уже потому, что ты не доработал со своими инвестициями, когда у тебя лежит там франк, доллар, евро, да. То есть, ты не доработал с ними или фунт. Ты одно на другое не вовремя пропорции менял. Ты не очень-очень как бы много набрал дешевого доллара, так сказать, на дорогой евро. И поэтому ты не увидел вот эту вот возможность войти в дешевое золото, потом продать золото дорогое, да еще не сразу обратно уходить в евро, а уже понимать, что эти распродажи приводят к укреплению доллара, к укреплению доллара, потому что это еще и связано с инфляцией. И чуть позже я вам это все, конечно, очень быстренько, легко расскажу. Я вам просто показываю те моменты, где происходит. Пересмотрите эти пять минут пять раз, и вы поймете, о чем я говорил. Эта стрелочка не просто так нарисована. Это все то, что я вам сказал. Потом у нас был наш вот этот вот тройной долгий дивер, который длился, который все... Но в этой точке было дешевое золото, опять оно в два раза сложилось, стоило тысячу. Но доллар был здесь очень дорогой. 1.05 очень дорогой, он на 50% дороже, чем был. И покупать здесь за этот доллар, как бы, это не как бы ахти история, не ахти история. Происходило это все здесь гораздо в другом месте. Переносим квадратик. Когда доллар был, грубо говоря, дешевый, Опять этот, грубо говоря, там 3 миллиона, там, эти 2.5 миллиона евро, грубо говоря, меняются на 1.38, 1.40. Или вот в этих вот пределах нам нужен опять калькулятор. Вот у нас, значит, евро. И здесь они, значит, уже, получается, 1.38. Нам нужно больше долларов. Мы умножаем там на 1.38 и, грубо говоря, получаем уже 3.400 миллионов. И за 3.400 миллионов идет потихоньку скупка, и весь этот диверс формируется. И пока ты все это покупаешь, по этой цене, грубо говоря, то есть, ну, тут понятно, что и 1200 можешь покупать, и 1100, грубо говоря. Ну, и до 1000 тут практически тут дошло, да, немножко. Но сколько ты опять-то этого золота, грубо говоря, ты покупил? Ну, давайте там, не знаю, на 1100 там среднее, давайте разделим. Вот у тебя этого золота за чумцы. Ну, в этот момент вдруг почему-то уже доллар стал очень дорогой. И ты уже даже здесь, уже даже здесь можешь. Думаешь, да нафига я на... Ты вроде покупал, оно снижается. А ты думаешь такой, да нафига я покупал? Смотрите, уже доллар уже дал свои, грубо говоря, там 45, это 35%. Ага, еще тут рост не начался, а я уже заработал. И тут уже как бы тебе выбирать, да. Поэтому вот эта покупка, она, так сказать, ну, достаточно сильно проигрывает. Вот этой покупке. Потому что покупать-то нужно золото вот здесь. Посмотрите, от одного шикарного момента мы переходим к другим шикарным моментам. Почему? Потому что здесь ты золото покупаешь, грубо говоря, ну, хотя ты здесь вот по один там 45, да, продал. Потом оно дорогое, ты можешь спокойно. Это у тебя на это время уйдет, ну, грубо говоря. Ну, так, с 1 ноября 15 у тебя уйдет по 1 января, 3 года там у тебя есть. А тут этот расколбас идет, 3 года они ездят, что они делают? Понятно, что золото не растет, и, как я говорю, раз, два, три, четыре, вот, второй раз, третий, четвертый, она бьется. А в эту стену оно пройти не может, 1 370, да почему оно не может пройти? Да потому что дешевый, вот здесь, в смысле, очень дорогой доллар. То есть, все, потому что эти люди, которые я вам насчитал, то есть, они на свои, там, 3 300 или 3 400, сколько там было у нас, 3, да, эти хунцы золота, то есть, грубо говоря, если они выходят опять в дорогущий доллар, дорогущий доллар, оно, они чисто, они не целиком делают умельницу. Понятно, они выходят, грубо говоря, туда частично, ну, чтобы вот эти, там, не знаю, еще захватить 15-20%, а может быть, и вообще этого не делают, но все дальнейшее происходит, что оно происходит опять в этой точке. Я объясняю, как. То есть, эти расчеты, где, там, заработаны с миллиона уже 3, грубо говоря, и здесь мы уже можем даже пропустить этот момент, вообще ничего не зарабатывать, мы можем пока это вообще убрать. Мы просто будем сказать, что где конкретно и очень хорошо, и очень много происходит. Оно происходит вот здесь. То есть, покупается золото за, грубо говоря, дешевый доллар, что доллар реально относительно того, что он был, допустим, только что, он подешевел с 1,04, там, до 1,0, там, 24, на 20% он подешевел. Ну, то есть, у вас становится, ну, как сказать, сидите в евро опять на 20% больше этих долларов, и вот тут происходит покупка. Вот это вот, все вот эти свечки, это все вот этот вот момент покупки за очень дешевый доллар, относительно дешевое золото. А потом, вот я стрелочками отметил, вот одна стрелочка вверх, а другая вниз, это пифагоровые штаны во все стороны равны. Это вот как раз событие, которое и происходит. Вот тут происходит, а во всех остальных моментах, грубо говоря, не происходит. Сделаем вот этот квадратный квадрат, когда происходит, покажем его, так сказать, уберем его и расскажем почему. Потому что золото начинает там с 1100 расти и дорастает до 1700. То есть, оно там делает свои 60%. А в этот момент, в этот момент, все это время, доллар почему-то укрепляется. И все, что происходит, происходит вот здесь. Происходит вот здесь, на этом участке, когда золото идет вверх, а доллар идет вниз к своим там самым-самым крепким значениям. А в другие вот места, вот тут вот другие вот места, пока тут стучится, все тут годами ничего не происходит. Произошло вот здесь, произошло вот здесь. Чуть-чуть помутить можно было вот здесь, а потом вот тут вот, вот тут вот. Все и произошло, как этот поет Гарик Харламов. А тут оно самое главное, там и произошло, когда он там ездил на Евровидение. Вот тут оно и произошло, грубо говоря. Пусть мы тут даже ничего не заработали, хотя бы не потеряли. Пусть там есть эти три лимона, да. Ну вот, к трем миллионам этим 70% добавляется. Так, хочу вывести калькулятор. Так, так, так. Вырубил клавиатуру. Вырубил клавиатуру. И теперь нужно мне найти этот калькулятор. Так, давайте найдем этот калькулятор. Так, что-то, ну примерно у нас там, пусть там три было, да. А, значит, там, оно плюс 70%, да. Оно растет. Уже вообще хорошая сумма. А, значит, начинаешь выходить. И, а у нас здесь, грубо говоря, продаем дорогое уже золото. Дорогое золото за дорогой доллар. То есть, тут как бы дешевый доллар. Ты купил дешевое золото за дешевый доллар. А тут ты продал за дорогой доллар очень дорого золото. И все опять произойдет только вот в этот момент. Потому что уже через какой-то момент он не будет уже прям таким дорогим. То есть, он отсюда, грубо говоря, со своих 1,09, он уже уйдет в свои опять 1,22. Ну, то есть, 10% уже люди успевают потерять. Но, немножко они в любом случае защищены от инфляции. Я сейчас объясню почему. И покажу эту парадигму. И покажу, где произошел слом вот этой схемы, которую я вам рассказываю. Потому что, грубо говоря, здесь у нас нужно уже 5,100, ну, грубо говоря, поделить на... Ну, пусть 1,08, ну, пусть давайте на 1,10, значит, поделим. Потому что евриков будет, конечно, меньше. Их станет 4,6,4. Но, так как начинали с единички, то получается 460% в долларе, если ничего не делать. Вот эти вот расхождения на длинной дистанции дают. А золото, как известно, очень надежный актив. А почему он надежный? Почему надежный? Расскажем сейчас прям и расскажем, почему иногда ничего не происходит. Потому что уже вот в этой вот точке, вот в этой точке, уже ничего не происходит. Потому что золото растет. И в этот момент доллар, грубо говоря, дешевеет. То есть, золото растет как быстро, становится дороже. Но доллар-то вы только что продавали, дорогой золото за дорогой доллар. А тут золото дороже, но продаете его за дешевевший. Но здесь, опять же, нужно смотреть, сохраняет оно от инфляции на этом росте или нет. То есть, с 1,09, грубо говоря, до 1,20 с чем-то, пусть это будет 10%. А золото у нас с 1,7, грубо говоря, до 2 растет. Это, грубо говоря, 20%. То есть, даже вот здесь вот на росте, золото становится, когда оно становится очень дорогим, оно вдруг почему-то для мира стало защитным активом. И вот первый слом парадигмы происходит как раз тут. Когда ты понимаешь, что у тебя работала схема дешевый доллар. Дешевое золото, дорогое золото продаешь за дорогой доллар. А потом здесь вот можно было помутить, помутить. Но мы даже говорим, просто очень сильный сигнал. Но здесь дешевое золото, оно уже за дорогой доллар. Поэтому покупка была лучше тут. Или вот здесь, когда... Так тоже дешевое золото. Но уже за доллар значительно дешевле. Я надеюсь, вы эту схему подняли. И схема работает прекрасно. Потом шикарное расхождение. Золото дорожает. И доллар дорожает. И продаешь дорогое золото за этот дорогой доллар. И вот работает эта парадигма, которая вам там дает, получается, там, ну, правда, уже 8 лет, да. Ну, там, 500% за 8 лет. Но, представляете, это огромные, огромные фонды, которые все это дело перемешивают. Плюс еще владеют компаниями, которые добывают золото, дивиденды. Все. Но это как схема, которая просто объясняет, когда ломается парадигма и когда ничего не происходит. А все думают, что что-то происходит, какие движения, а ничего не происходит. Ну, вот здесь. Почти ничего не происходит. Исключение то, что золото дало 20%, а доллар укрепился на 10%. Получается, доллар укрепляется на 10%, а золото растет на 20%. Ой, доллар, ну, в смысле, наоборот. Уже оговорился. Доллар теряет 10%, дешевеет, а доллар растет на 20%. То есть, доллар на этих уровнях высоких, с 1600 до 200 уже становится защитным активом. Оно растет быстрее, чем, грубо говоря, дешевеет доллар. И тут ломается вот эта смена очень сильной парадигмы. И оно ощутится как раз вот в этом вот моменте. Сейчас я прям его покажу. Когда был очень сильный сигнал, грубо говоря, там парад планет был. Просто на недельку надо переключиться с месяца, чтобы увидеть этот парад планет, грубо говоря. Вот он был сильный, когда было 1600, да, самый глубокий. Сильный был, очень сильный сигнал, но был очень-очень дорогой доллар. Максимальный какой доллар был по своей, как бы, дороговизне, это он был абсолютно здесь. Поэтому возвращаемся к нашему таймфрейму. Месяц и говорим, что... А потом золото очень дорогое, но оно обгоняет по росту удешевления. Значит, доллар очень хорошо торгуется, но очень высоко. Это все шикарно для, там, золото добывающих компаний. Они, конечно, должны расти все. За исключением, там, моментов всяких мутных, серых, не знаю, каких-то хитрых, умных схем, где хотят, там, что-то отобрать, выдавить и прочее. Рассказывая, ну, типа, смотрите, золото снижается. Как бы, золотые добытчики должны снижаться. С чего они должны снижаться, если в этот момент золото укрепляется? Если золото, там, за 1.13, там, грубо говоря, укрепилось до 1.04, оно на минус, там, 10%, ну, доллар на 10% укрепился, а в этот момент золото, там, с 2.08, 1.08, тоже на те же 10%, вот, 9.95, да, то есть, оно съехало. То есть, получается, вот здесь, вот, отсюда до сюда ничего не происходит, потому что здесь снижение абсолютно равно укреплению доллара, то есть, тут как раз вообще ничего не происходит. Единственный был момент, когда он был максимально дорогой и сломалась парадигма, то есть, он, там, ниже единички стоил, был максимально дорогой доллар, был вот этот сигнал, о котором я вам только что сказал, парад, там, планет, все, и от 1600 золото развернулось при очень дорогом долларе, что показывает, что схема, которая работала 10 лет, вот с этими вот моментами, расширяющимися, она, видимо, сломалась, потому что защита антиинфляции сыграла свою важнейшую роль. И золото от 1600 до 200, там, 100 дало, получается, 30 процентов, то есть, 160, там, 320, 480, а оно чуть больше, дало 30 с лишним процентов, а доллар укрепился, а он хорошо, а доллар дешевел, а он, как бы, дешевел, как бы, неплохо, там, с 1.95, только там, да, 1, там, 0, он 13 был. То есть, он, получается, там, на 15 процентов подешевел, ну, как бы, он дешевеет, а золото выросло на 30. То есть, золото даже на верхах выступило в два раза более лучшим активом к доллару, который крайне силен сейчас. 1.05 он силен, 0.95, ну, просто крайне силен, а при этом золото выступило на росте еще большим, значит, активом, который дважды защитил от инфляции. И вот здесь, и вот тут, хотя схема-то простая, как только доллар крепок, продаешь золото и уходишь в евро, и в евро ты растешь, 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 массобируешься, у тебя огромное, просто супердикие доходности в этом евро. Ну, и вот, куда мы, значит, пришли? Мы пришли, где очень четкое сформировано пространство, грубо говоря, для цены золота, да, оно корректируется, но сегодня экспирация, сегодня экспирация, и сегодня перейдут на другое, то есть, это обычная тема для экспирации контракта там во фьючерсах, то есть, в этом ничего нет, оно снижается, в соответствии этом. Единственное, что его уже брали, и за очень дорогой доллар, что поменяло вот эту схему, когда доллар, грубо говоря, дорожает, золото дорожает, выходишь, здесь уже совпало, что, грубо говоря, в этом рисунке ничего, он как бы не дорожал, доллар, а потом вдруг, грубо говоря, здесь у нас, ну, снижение, на, там, 450 пунктов, а золото, грубо говоря, у нас, подорожал, ну, на 30%, то есть, как бы, ну, и за очень дорогой доллар уже все его стали покупать, поэтому сейчас, вернется ли вот к этой схеме, да, очень, грубо говоря, дешевый доллар, ну, то есть, доллар сейчас должен куда-то удешевиться, в район, там, 1,28, и золото, при этом, должно стать, тоже очень дешевым, в район, 1,50, 1,400, это старая схема, которая 10 лет работала, и вот она работала, еще получается, в 20-м году, в коронавирус, она прям, вообще была топчик, три года назад, но потом, когда доллар стал, вдруг, очень дорогой, зачем-то, стали напрягать Европу, и уже пришлось скупать, по достаточно интересной цене, золото, и оно, продолжено расти, опережая, уровень инфляции, самого доллара, то есть, это уже видно, ну, как бы, все, тема закрыта, поэтому, то, что я сказал, 1,500, и еще и доллар, грубо говоря, там, дешевеет, я не знаю, как, как этому, как этому, сейчас, Америку будет, правительство мировое, подводить, я не знаю, тут уже должен быть, какой-то, вселенский заговор, потому, что, как бы, смотрится, схема, видимо, не до распродали, то есть, схема смотрится, видимо, да не распродали, то есть, схема смотрится, вот здесь, вот эта схема, сигнал на покупку, да, сигнал на покупку, что покупаешь, золото, грубо говоря, за очень дешевый доллар, и на продажу, то есть, за очень, сигнал на продажу, ты, как бы, продаешь, выходишь, за, укрепляешься, а когда доллар, значит, укрепился, здесь, я думаю, что, вообще, самое интересное, что им нужно сделать, в следующем году, как они, не знаю, там, годят, ну, как бы, вариант такой, что, они не, продают, значит, продают золото, продать не могут, поэтому, интересная будет схема, здесь, где-то, нащупать поддержку, и уйти, 2,200, 2,300, то есть, стоит дорогое золото, и за дорогой доллар, то есть, здесь, поторговались, он еще, и куда-то там будет, раз, опять, куда-нибудь, там, в 0,8, вот это будет схемка, согласитесь, это будет, гораздо интереснее, картина, то есть, обратно, что, они же золото набрали, им нужно его впаривать, вот, они должны его, дорогое золото, продавать, за очень дорогой доллар, потому, что, здесь, как бы, они накупили, вот обмены, вот видим, потом, уже не так интересно здесь, но, почему-то, когда не так интересно здесь, почему-то, здесь этой смены не произошло, что, доллар, подешевел, и золото подешевело, то есть, золото не пустили, к 1,400, а, доллар не пустили, к 1,30, а, наоборот, за очень дорогой доллар, вдруг, стали покупать, зачем, но, когда они покупали, высоко, за дорогой доллар, нет, они покупали, за дешевый доллар грубо говоря дешево да за очень дешевый доллар грубо говоря покупали дешево а здесь почему-то скуп скупили значит теперь если они скупили то варианта ставим как говорится ну вот вот тут хороший до 1800 может падать это все глобально это все потом золотари выросли все компании добывающие золото в два в три раза золото там 2200 до 32 300 через год это же глобальные моменты и очень сильное укрепление зол доллара там допустим там к 0 там 8509 это вот еще расширение сюда докажет вот эту схему что вот здесь была поломка вы что если здесь не была поломка то долго должен был быть тут а а цена золота должна быть тут то есть это должно быть стать дешевый доллар и скупить за дешевый доллар дешевое золото они покупать еще достаточно на хороших уровнях золото за очень дорогой доллар потом расти то есть тут еще видимо ну недоработка потому что ну сложно предположить сейчас что ну допустим вот оно пошло в 2300 а это где-то подергалась какой-то сливчик еще может быть на этом расхождении нужно сделать эту распродажу возможно распродажи еще не было то есть сколько все это покупалось и сколько вот это делалось увеличилось то есть видимо вот этого не хватило что уже у нас ждет новый а возможно вообще 3000 и там 0.75 то есть продажа золота 2.50 2.70 за доллар 0.75 это будет вообще гениально это будет гениально это будет там не знаю удеся терения потому что иначе обратный вариант доллар вдруг дешевеет до 1.55 им конечно и не выгодно в принципе свои то эти торговать ну то есть там 1.35 1.40 1.50 только непонятно на чем европа загибается непонятно на чем кевра он вдруг будет сейчас так очень сильно там дешеветь тоже америке кренде должно стать а золото должно и они должны встретиться вот здесь все то есть очень дешевое золото нужно встретиться очень дешевым долларом или очень дорогое золото должно разойтись очень было дорогим доллар то есть тут как бы варианты ну объяснять их предвидеть и прочее сложно я вообще скорее всего что ставлю это будет где-то здесь колбасится и рано или поздно мы увидим тест 222 300 только потому что спрос растет это защита от инфляции что до газа на тут но этот если и не будет сильно укривляться то тоже где-то здесь будет в каких-то рамках колбасится и это все просто еще 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 продолжится что тоже хорошо для золото добытчиков они продают дорогое золото за относительно дорогой доллар и какое-то время это может всех устраивать но а вот это вот картинка квадрат но особо ничего не происходит кроме того что доллар подешевел получается меньше чем выросло золото то есть золото уже находится как защитный актив от инфляции уже начиная с двадцатого года и работает и показывает что грубо говоря и будет работать и на всех этих ростах обыгрывает вот это вот обесценивание грубо говоря доллара который не так и все сильное но золоте выгодно но вот это вот схема 10 лет было то есть она она как бы не знаю почему она попала почему она сломалась и сломалась она последний задер был именно в коронавирусный год то есть почему это распродажи не хватило чтобы набрать этот доллар потому что поменялась парадигма то есть она как поменялась она поменялась вообще в принципе очень просто десять лет работала что зарабатывай на золоте копи в долларах это видно очень дешевый доллар очень много дешевого золота купили продали там и в евро перевели и в доллар и в евро перевели и в доллар и растем допустим был миллион евро стал 5 миллионов евро очень хорошо а тут парадигма очень сильно меняется после коронавируса и почему-то всех муж ну мировой порядок там делится все никто никому не доверяет и теперь вот эти вот излишки складывают в самих слитках физическом золоте они их просто складывают и они показывают сейчас смотрите какой у нас доллар дорогой как доллар хорошо держит а он уже золото а он уже золото проигрывает тут 20 процентов проиграл тут проиграл он уже проигрывает и все что время здесь находится золото дорогой он проигрывает они показали смотрите укрепление давайте давайте продавайте все это физическое золото побольше продавайте набирайте наших очень сильный смотрите какой очень сильный очень замануха прям прям вообще все хорошо то есть то есть видна тенденция что хотят снова впаривать бумажки игрите евро смотрите мы к евро выигрываем то есть уже не храните в каких-то бумажных активах знаю смысле хранить и уже где-то там бриллианты за пазухой храните в бумажных активах я этого не вижу вижу что все уходят физические активы уходит в золото хотя бы металл не с не сгорит как бумажка то есть и это как эта схема глобально перестала работать что можем предположить что они не справятся и что они начнут уходить один 15 120 ну допустим еще самый третий вариант вообще лояльный ну и золото тогда также как она сейчас пытается с ним в унисон работать также отработает куда-то это повышение только еще это уди будет удешевление золото в бой то есть он удешевиться допустим с 105 там пусть даже там до 125 она все равно его обгонит то есть если он там удешевиться на 20 процентов она обгонит на 40 то есть она даст там не просто там 180 грубо говоря там 360 она даст там грубо 620 600 нас то есть отсюда станет 2 400 то есть она просто обгонит вот это вот его подешевление этот вариант тоже на на руку золото добывающим компаниям получается у нас два варианта против одного то есть всего три варианта самый необычный что вернуться к этой схеме но это прям сложно это прям нужно укатать золото при этом вообще укатать доллар то есть что потом за дешевый доллар снова за дешевый доллар снова покупать дешевое золото при том что только что золото достаточно дорогой покупали за очень дорогой и это было только что потом меркам это было там ровно год назад то есть если это год назад поменялось и все стали уходить физическое кто-то в слитке, кто-то еще что-то, физические моменты, то зачем вам прямо сейчас, через год, менять это снова, они как жернова не смогут перекрутить, потому что они 10 лет крутили жернова по одной схеме, схема вот здесь вот в коронавирус ломается, вот это точка перелома этой схемы, с чего я стал эти обзоры про золото делать, все там вам рассказывал, показывал, и бумаги показывали себя достаточно хорошо, а теперь бумаги почему-то золотодобывающих компаний, когда все хотят физическое, вдруг они становятся дешевле, должны стоить 5-7, а стоят, грубо говоря, в районе 3-х, почему? Потому что теперь идет и война за эти золотодобывающие компании среди этих фондов, они хотят их по себе, хотят их себе, потому что они знают, что будет физическое, поэтому все укладывается вот в эту схему, смена парадигмы, что теперь не наращиваем бумажные активы, а наращиваем физические активы, грубо говоря, потому что их куда-то можно, грубо говоря, положить, ну, посмотрим, как все урно весит, пока что, мне кажется, лекция получилась на этом этапе, достаточно неплохой, всего доброго, спасибо за внимание. Продолжение следует...